В имени Генеральной Ассамблеи имею честь приветствовать в ООН его превосходительство Агилу Салих А.С. Гуайдеру, исполняющего обязанности главы государства Ливии, и приглашаю его выступить с обращением перед Ассамблеей. В имя Господа милостивого и милосердного, господин председатель, ваше превосходительство, дамы и господа. В этом году Генеральная Ассамблея отмечает 70-ю годовщину ООН. Безусловно, за последние 70 лет мы достигли больших достижений в экономической области, в защите прав человека и в поддержании международного мира и безопасности. Вместе с тем, в организации были и промахи в силу отсутствия соответствующих структур для того, чтобы эффективно и постоянно решать проблемы, которые нарастали и в масштабе, и в количестве, по сравнению с теми, которые существовали на момент основания ООН. Нет нужды говорить о том, что поддержание международного мира и безопасности остается главным приоритетом нашей организации. Кроме того, крупнейшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашем мире, это терроризм, распространение вооруженных конфликтов, стихийные бедствия и изменение климата. Все это приводит к гуманитарным кризисам, которые проявляются в различных формах, таких как беженцы, внутренне перемещенные лица и незаконные эмигранты. Государства-члены ООН сейчас, как никогда, нуждаются в консультации, сотрудничестве и взаимной помощи для решения общих проблем и обеспечения лучшего будущего для будущих поколений. Устав ООН говорит о том, что организация была создана для того, чтобы избавить грядущие поколения от бедствия войны. Вместе с тем, эта цель остается далекой. Хотя и произошло сокращение вооруженных конфликтов между странами, но идеологические, этнические внутренние конфликты продолжают быстро распространяться. Они сопровождаются беспрецедентным нарушением прав человека, распространением террористических организаций. Это главная причина конфликтов и нестабильности во многих странах, особенно на Ближнем Востоке и в Африке. Господин председатель, дамы и господа, мы в Ливии представляем развивающуюся демократию, которая ищет пути закрепить добавленную стоимость в умах людей и трансформироваться в транспарентных, демократических, эффективных и стабильных институтах. Вместе с тем, распространение оружия и вооруженных групп, которые становятся уголовниками и террористами, помимо эксплуатации этой ситуации некоторыми людьми в личных интересах, привело к распространению хаоса в стране, ослаблению центральной власти. Это реальная угроза демократической трансформации, это подталкивает к созданию террористических организаций, вербовке иностранных террористических боевиков. За последний год Ливия стала свидетелем укрепления так называемого исламского государства или Дайша, Ансар Аль-Шария, который контролирует города Дерна и Сирте. Кроме того, эксплуатируя ресурсы Ливии, финансируется экстремизм, не признается национальное государство, ведется борьба с демократией. Все это от Мавритании до Бангладеш осуществляется под лозунгами исламского права. Эта идеология нами отвергается, отвергается ливийским народам. Группы, которые занимаются терроризмом в Ливии, захватили Триполи и говорят о поддержке Ансара Аль-Шария в Бенгазе, описывая их как революционеров. Мы понимаем, что все эти террористические и экстремистские группы являются лишь инструментами проведения политики иностранных государств, которые предоставляют им оружие и боеприпасы. Кроме того, они обеспечили приезд иностранных бояков в Бенгазе, в Сирте и Дерну для участия в борьбе с ливийской армией, которая ведет напряженную войну для того, чтобы освободить Ливию от терроризма. Господин председатель, дамы и господа. Господин председатель, дамы и господа. Некоторые постоянные члены Совета оправдывают такую позицию как бы для того, чтобы избежать негативных последствий для ливийского политического диалога, который, как мы знаем, привел к проекту политического соглашения, принятого законной власти после того, как мы пошли на значительные уступки и парафированное большинством стран 11 июля. Однако то же самое соглашение было отвергнуто так называемым Общим национальным конгрессом, который представляет собой боевиков, оккупирующих столицу Триполи и связанной с Аль-Каидой. И Ансар Аль-Шария поддерживает их оружием боевиками в войне с ливийской армией в городах Бенгази и Дерна. Угроза терроризма Исламского государства или Даэша, а также Аль-Каиды, а также Аль-Сар Аль-Шария ограничивается не только территорией Ливии. Терроризм рассматривает Ливию лишь как базу, богатую значительными ресурсами, которые можно эксплуатировать для финансирования операций в Северной Африке и в Сахильском регионе, а также Европу, если поставить эти богатства под контроль. Поэтому все члены Организации Соединенных Наций должны понимать серьезность позиции Совета Безопасности для международного мира и безопасности и оказать давление для отмены эмбарго на поставки оружия ливийской армии и ускорить утверждение применения исключения из эмбарго и обеспечить помощь ливийскому правительству области безопасности по положениям резолюции Совета Безопасности Я могу заверить вас в том, что ничто не разделяет ливийский народ и что подавляющее большинство ищет всевозможные средства с тем, чтобы положить конец неоправданным боям между братьями и восстановить безопасность и стабильность в стране. Тем не менее, они стали заложниками вооруженных групп и не в состоянии выразить свои мнения. Сотни тысяч ливийцев стали внутренними вереселенцами и беженцами, которые хотят скорее вернуться к себе домой. Это можно выполнить лишь договорившись о сильном правительстве, которое пользуется доверием всех ливийцев, полномочия которого распространяются на всей территории Ливии при поддержке международного сообщества. Мы признательны миссии поддержки ООН в Ливии за предпринимаемые усилия с тем, чтобы содействовать введению диалога между ливийскими сторонами во имя сформирования правительства национального согласия, представляющего всех ливийцев, и которое ставило бы национальные интересы выше всяких остальных соображений. Палата представителей – это легитимный орган, избранный ливийцами, был и является органом, поддерживающим диалог в качестве стратегического варианта разрешения политического кризиса и кризиса в области безопасности в Ливии. Они пошли на всевозможные уступки, чтобы содействовать экстралегитимной стороне, отказаться от терроризма, присоединиться к диалогу, чтобы спасти ливийцев от дальнейших коронавирусов, положить конец уничтожению ливийских городов. Однако мы видим все больше неуступчивости в позициях и неверное толкование гибкости, которое проявляет Палата представителей. Кажется, что эту гибкость неправильно поняли даже господин Бернард Леомский, ас-представитель генерального историка, который пытался вывести нас на прежние позиции и разрушить все, что достигнуто в последние 10 месяцев диалога и переговоров. Тут подчеркнул с этой трибуны следующее. Совет представителей привержен к делу диалога. Это подход разрешения вопросов институционного учрежденческого кризиса и кризиса безопасности в Ливии. Но он не согласится с отступлением от того, что было утверждено пока что большинством. Никакое соглашение не должно быть навязано на будущее правительства, чтобы были предприняты какие-либо шаги в пользу террористических организаций, которые включил сам Совет Безопасности в список санкций. Война с терроризмом Бенгази, Дерния и Сиртия не может быть частью каких-либо соглашений прекращения огня по данному соглашению, если только это не связано, если это не предполагает сдача террористов и также сдача ими своего оружия. Палата представителей надеется получить окончательный проект соглашения, которое не вознаградит тех, кто совершил преступление, уничтожил государственное имущество и захватил силы, оружие, столицу. В случае продолжения неуступчивости общего национального конгресса в результате того, что отвергается соглашение, Палата представителей призывает членов бакатирующих решения двигать вперед национальные интересы. Интересы народа по другим вопросам призваны отмежеваться от экстремальных боевиков и присниться к Палате представителей и принять участие в выборах инклюзивного правительства и национального согласия. В отличие от террористических групп, мы призываем международного сообщества действовать в этом направлении. Дамы и господа, Средиземное море пережило беспрецедентный год волны незаконной миграции из Африки и Азии в направлении Европы. К сожалению, мы заметили, что гибли тысячи людей, тонув в море, и тут мы выражаем соболезнования семьям, жертв. Мы вновь подчеркиваем принципиальную позицию Ливии в поддержке всех международных усилий, направленных на сокращение опасности для незаконных мигрантов в Средиземном море, в рамках уважения принципов международного права, особенно принципов уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств. Отсюда мы заявляем о готовности Ливии внести свой вклад в рамках наших возможностей с тем, чтобы предотвратить контрабанду мигрантами и спасти жизни людей в Средиземном море. Подчеркиваем также, что гуманитарный кризис должен решаться с комплексных позиций в консультациях между странами исхода, странами транзитными и странами назначения с учетом потребности решить первопричины незаконной миграции в общем и причин большого роста количества мигрантов через Ливию в последние месяцы. Подход к проблеме с точки зрения безопасности к контрабанде мигрантами этого просто недостаточно. Ливия считает, что применение силы против лодок контрабандистов, действующих от ливийских берегов, может привести к усложнению ливийского кризиса и не будет содействовать сокращению такого феномена, как контрабанда мигрантов. Это можно добиться, только обеспечив законное правительство Ливии возможность распространить суверенитет на всей ливийской территории, поставить под контроль границы при необходимой помощи наращивание потенциала в этой области, особенно вооружив ливийскую армию, содействуя укреплению ее потенциала при помощи необходимого оснащения и подготовки. Мы предупреждаем, что любая военная иностранная деятельность без нашего согласия и контроля на нашей территории и в территориальных водах нашей, что это может повредить рыболовецкой деятельностью и приведет к разграблению морских живых ресурсов. Мир на Ближнем Востоке не будет достигнут при продолжении оккупации израильского образования палестинских территорий, что не дает реализовать права палестинскому народу как попытки идуизировать город Иерусалим, игнорируя все международные резолюции по неотъемным правам палестинского народа, особенно право на возвращение, право на создание независимого государства при полном суверенитете над своей территорией со столицей в Восточном Иерусалиме. Ливия требует отменить осаду, введенную против палестинского народа, и обеспечить их защитой. Мы призываем оккупационные власти Израиля прекратить все акты насилия и запугивания в отношении палестинского народа и выполнить все международные резолюции, особенно в отношении возвращения беженцев к себе домой, а также прекратить посерединческую деятельность и неоднократные атаки в отношении святыни в Иерусалиме. В отношении братской Сирии осуждаем все недружебные действия в отношении сирийского народа, выражая поддержку международных усилий, цель которых обеспечить мирное регулирование, достижение отчаяния сирийского народа, которые хотят жить в условиях демократической системы, и достоинства приложения прав человека и основополагающих свобод в отношении братского нам Йемена. Надеемся, что коалиция арабских государств сможет восстановить безопасность и стабильность в Йемене и добиться мирного урегулирования кризиса в Йемене под надзором легитимного правительства на основании резолюции Совета безопасности 22.16. Благодарю, господин председателем. От имени Генеральной Ассамблеи я хочу благодарить его главы государства Ливии за выступление. Прошу представителей оставаться на местах, пока мы провожаем его превосходительство. Субтитры создавал DimaTorzok